Всем привет! Обзор планшета для детей Prestigio Smart Kids Up на 16 гигабайт встроенной памяти в оранжево-фиолетовом цвете. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Большая такая коробка. Вот, сейчас откроем ее, посмотрим на комплектацию к планшету. Так, тут вот планшетник. Он сразу идет с транспортировочной пленки. Вот она. И на экране поклеена защитная пленка. По транспортировочной пленке имеется защитная пленка. То есть, это относим к комплектации и сразу будет идти защитная пленка в комплекте. Также еще одна идет отдельно в комплектации. Так, тут у нас кабель и зарядка microUSB и блок питания. В общем, вся комплектация, за исключением пленочки, это стандартная для практически всех планшетов комплектация. Хорошо, закрываем коробку. И теперь о самом планшете. 10 дюймов дисплей, большой планшет, защищенные края, защищенные от падения. То есть, тут как бы такой, ну, не полностью степень защиты, как у защищенных смартфонов или защищенных планшетов, но, как бы, такая определенная защита от падений имеется. Также сзади встроена подставка. Вот, сразу. Таким вот образом можно поставить планшет. Окей. Так, 10 дюймов дисплей, фронтальная камера, динамики на передней части и все кнопки. Добавление громкости, уменьшение также на передней части и кнопочка выключения тоже на передней части. Лучше бы и кнопочка выключения, мне кажется, раз планшет для детей, потому что могут путать просто кнопки часто. И лучше куда-то ее вынести, да, в другую сторону или где-то сверху. А кнопки громкости, да, можно оставить на передней части. Это достаточно удобно для такого габаритного большого планшета. Тут у нас порты Lightning. Прошу прощения, USB Type-C. Также слот для microSD карточки. Вот, он открытый, не закрытый. И порт для наушников. Jack 3,5 мм для наушников. Также находится на этой части. Окей. Тут нет ничего, снизу ничего и сверху ничего. Так, хорошо. Включим планшет. Ожидаем включения, загрузки. То есть так, планшет приятный. Материалы корпуса тоже приятные, достаточно качественные. Это прорезиненные, это не пластика. Такая вот прорезиненная защитная штука на углах. Ну, сделан достаточно качественно планшет. Вот, но все равно, как мы понимаем, что это бюджетный планшет. И чего-то от него большого ожидать в плане производительности вообще-вообще не стоит. То есть он так подтупливает нормально. Он будет справляться только вот реально с детскими задачами. То есть какими-то легкими совершенно, совсем легкими игрушками. Видео, там сериальчики, какие-то фильмы, мультики. И да, но чего-то большего нет. Даже поставить на него какие-то бенчмарки, чтобы как-то замерить его производительность. Вот это была реально сложная задача. Очень долго скачиваются программы на планшет. И потом очень долго устанавливаются. Вот виден, да, даже как долго включается запуск планшета происходит. Отдельный режим сразу для детей. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Там моментальная регистрация. Даже ничего вводить не надо. Только как бы сам Google аккаунт в Той Маркете там вводите. И в принципе тут оно все подтягивается сразу. То есть никаких дополнительных регистраций, как в некоторых детских программах, не требуется. Так, вот тут нужно жмакнуть по кит. И тут некоторое вот такое вот меню. Ну, YouTube-чик сразу, музыка, видео, обучение, галерея. То есть как бы все функции планшета, но адаптированные под детей. Хорошо. Так, и выходим с режима. Тут такая вот задачка, чтобы выйти. Ну и можно установить код доступа. Откроем синтетический тест Geekbench 5. Он, к сожалению, не запускается. Но просто по техническим характеристикам пройдемся. Дисплей 10, 1 дюйма, IPS 1280 на 800 точек. То есть это HD-дисплей. Процессор ROG-чип 32, 26, 1,5 ГГц, 4-х ядерная. Вот тут как бы, вот виден, даже не хочет открываться Geekbench. Вообще это процессор тут, ну, очень и очень слабая сторона данного планшета. Не запускается, уже пробовал Geekbench. Antutu Benchmark еще не пробовал запустить. Но, надеюсь, что запустится и какой-то результат покажет. Все это очень долго сейчас происходит, открывание программ. Android 10. Только сейчас, да, открывается. Камера здесь, фронталка 0,3 мегапикселя, основная 2 мегапикселя. И вот они тут чисто для того, чтобы были. Никаких, конечно же, снимков на них там особо качественных не получится сделать. Без автопокуса камеры. То есть просто вот, чтобы были там для видеозвонков, для чего-то такого, так сфотографировать, детям поиграться и все. Так, надеюсь, что все-таки запустится Antutu Benchmark. Да, наконец-то открывается. Так, сейчас настроим разрешение. Габаритный, конечно, планшет. Такой 10-дюймовый. Так, все, запускаем тест. И надеюсь, что заработает. Греется. Вот уже вот так чувствуется, что немножко подгрелся. Не сильно, но вот в этом вот месте сзади подгревается этот процессор. Даже вот таких вот просто, да, чтобы открыть бенчмарк, он уже подгревается. Так, хорошо, видите уже результат теста. Если он запустится, если нет, то перейдем к следующим тестам. Так, результат теста Antutu Benchmark почти 40 тысяч. Небольшой тест, небольшой результат, как и ожидалось. Хорошо, давайте посмотрим, как теперь работает на планшете. Тяжелая игрушка GTA San Andreas. Вот. Чуть-чуть прогрелся. Сейчас посмотрим, как в GTA San Andreas будет греться планшет. Ну и вообще, да, запустится ли GTA San Andreas, потому что есть, вероятно, что не запустится. Так, будем запускать на средней графике. Тут, на той, которая идет по умолчанию сразу. Так, будем запускать на средней графике. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...